Трактирщик Плей Как и в Террарии Вики Сразу говорю, главным показателем мощности в данном видео для оружия является не скорость и другие показатели, а урон А начну я с такого холодного оружия ближнего боя, как меч Мечей в Террарии, которые вы сами можете сделать всего 22, начиная с деревянного и заканчивая самым мощным титановым Этот меч создается из 13 титановых слитков, его урон 58 единиц, а размер 4,5 блока Переходим к следующему типу, а именно кинжалу Да-да, кинжалами никто не пользуется, я знаю Самый слабый кинжал, медный, самый сильный, платиновый Его урон всего 10 единиц, преимуществ кинжала только скорость, но это все равно не делает это оружие более нужным А чтобы его сделать, нужно 7 платиновых слитков Следующий тип, уникальные мечи В этом типе около 55 видов мечей, разнообразных форм и расцветок В большинстве своем их нельзя скрафтить, не считая зенита и еще нескольких мечей Самым слабым оружием этого типа является рука зомби Именно та, которая частенько попадает после убийства зомби в начале игры Ну а самое сильное Зеееееееееее Мяумур Да, она мощнее по урону, урон зенита 190 единиц, урон же Мяумура 200 единиц Также Мяумура имеет большое отбрасывание Этот меч можно получить с лунного лорда с шансом 11,11% Мечи стреляют быстрыми снарядами в виде голов котиков, которые отскакивают от блоков и пробивают 5 целей Снаряды подвержены гравитации, они оставляют после себя радушный след и мяукают при отскакивании Очень полезен в закрытых помещениях, например в данже и пещерах Далее идут оружия на цепи, такие как булава и другие Самым мощным по урону является цветочный удар Он имеет стоило 30 единиц урона, но при этом оружие очень медленное Кстати, если на этом видео соберется 50 лайков, выпущу продолжение этой рубрики и расскажу вам о самых быстрых оружиях в терраре Оружие это можно получить в качестве дропа с плантера Далее в списке идут бумеранги, в игре их всего 11 разновидностей, начиная с обычного деревянного бумеранга, заканчивая молотом паладина Так стоп, когда молоты стали называться бумерангами? Молот имеет 90 единиц урона, как и все бумеранги при броске после удара цели возвращаются к игроку Идеально для борьбы с большими скоплениями мобов Выпадает из паладина с шансом 6,67% Следующие в списке идут ю-йо Всего существует 20 разновидностей Самый мощный ю-йо имеет целых 190 единиц урона И при этом еще и сильное отбрасывание Данное оружие может выпасть из лунного лорда с шансом 11,11% Называется же это ю-йо, террориан Может бесконечно висеть в воздухе, при использовании выпускает снаряды, которые, подобно пузырям флайрена, наводятся на врагов и атакуют их Хм, а что же дальше? А, точно, копья Их всего 18 видов, самым мощным является Северный полюс Оно наносит 73 урона, при атаке выпускает собственную копию, оставляющую следы снежинок, которые сильно подвержены гравитации и ветру Снаряд наносит полный урон копья, а снежинке только 60% урона Его можно с шансом от 5,1% до 10% получить при убийстве ледяной королевы Является сильнейшим по базовому уровню копьем в игре Следующий класс – стрелок, а начинаем мы с классики, а именно с луков Самый слабый лук – деревянный, самый же сильный – цунами Данный лук выпадает из герцога Реброна с шансом 20% Одновременно стреляет пятью стрелами, но при этом тратит одну Урон каждой стрелы – 60 единиц Далее в списке оружия дальнего боя идут арбалеты Всего в игре их 9 Самый мощный имеет 55 урона Называется он «Вулканический арбалет» Но важное правило – я говорю про сильнейшее оружие в террарии на компьютере А данный арбалет в мобильной версии Поэтому самым сильным арбалетом на ПК является святой арбалет Его урон – 38 единиц При этом он очень быстро стреляет Чтобы его создать, понадобится 12 цветных слитков Что же дальше? А дальше у нас идет огнестрел Я думаю, что люди, которые хотя бы немного играли в террарию, знают, что лучшим огнестрелом в террарии является SDMG С перевода на русский означает «Пулемет космического дельфина» Он наносит целых 77 единиц урона Хотя стоп, нет Вот именно что многие так думают, но это не так По урону самое мощное огнестрельное оружие в террарии – снайперская винтовка Она наносит 185 урона за один выстрел Но имеет большой минус Очень медленную скорость перезарядки Выпадает только со скелета снайпера в хардмод данжи с шансом дропа 7,64% При нажатии ПКМ приближает камеру ближе к курсору, позволяя стрелять на удаленные дистанции Далее идут ракетницы Самая лучшая из них – ракетница снеговика Она наносит 67 урона и при этом очень быстрая Является аналогом ракетомета Но при этом ее снаряды имеют функцию автонаведения Охуеть! Спасибо, папаша! Автонаведение не работает на игроков в ПВП Не наносит урон персонажу, который выпустил ракету Выпадает из ледяной королевы во время морозной луны Следующее – нестандартное оружие дальнего боя Самое мощное оружие этого типа – денежная пушка С одной стороны, оно зависит от снарядов, которыми вы будете стрелять, а именно от монет Но с другой – фактически является самым сильным Из-за того, что имеет 200 урона, когда стреляет платиновыми монетами Да, это жестко Но для этого видео – главный урон И наконец-то мы подошли к классу мага Теперь будем рассматривать магические оружия Посохи Всего их бывает 47 видов Самым лучшим посохом является резонансный скипетр Магический посох, выпадающий из принцессы с шансом 12,5% При использовании он создает круги в местонахождении мыши, нанося урон на короткое время С его помощью нельзя стрелять через блоки После идут магические книги Самые урона, наносящие из них – лунные огни Она наносит противникам ровно 100 урона Выпадает с лунного лорда с шансом 11,11% При использовании вызывает поток падающих с неба лучей, которые могут проходить через различные блоки Далее – скрострельное оружие магов Самое лучшее из них – пузырная пушка Она выпадает с герцога Реброна с шансом 20% Стреляет пузырями, наносящими урон Один выстрел выпускает три пузыря Они лопают через одну-две секунды А также при контакте с блоками или врагами Далее идет тип под названием «Прочие» Это не я придумал, так фиги террории написано В этом типе есть много разного вида оружия Но самым лучшим является пламя туманности с уроном 129 единиц Выпускает самонаводящиеся высокоскоростные розовые снаряды И еще более мощные и быстрые голубые снаряды Чтобы сделать это оружие понадобится 18 фрагментов туманности И следующий класс – призыватель Выбор у него достаточно большой Самое же лучшее оружие – радужный кристальный посох Вызывает парящий кристалл, который наносит врагам по 150 урона Стреляет на расстояние до 60 блоков А на этом у меня все Смотрите другие мои ролики по террории Оценивайте видео лайками и комментариями Всем пока, до новых встреч!